Михаил Шительман, после достаточно долгого отсутствия снова с нами, Михаил, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Вадим. Сначала позвольте поздравить вас с вашей премьерой. Вы теперь официально актер, вы играли с Челпан Хаматовой, со Смолениновым, это очень круто. Я просто прочитал только что про вас, какой вы теперь, да, очень крутой. Поздравляю. Да, спасибо вам. И, кстати, интересно, что я спросил у ребят, когда мы в гримерке, у меня не было опыта театрального вообще никакого. Я не выходил на сцену даже в театральном кружке в школе. И, как мне сказал Василий Зоркин, который был режиссером, и он меня пригласил принять участие в этой читке, он сказал, ну, не слабый у тебя дебют с Хаматовой и Смолениновым на одной сцене. Так что я говорю, а сертификат, как парашютисту дают, такой, сказали, ну, мы что-нибудь придумаем. Так что, да, спасибо большое. Вот, это был действительно очень интересный опыт. Как вы съездили? Как у вас все прошло? Вы были же в Корее, да, если не ошибаюсь? Да, я был в Южной Корее, прям как Антон Долин, так случайно совпало. Я просто видел ваше интервью. Да, ну, я в Корее, у меня там были дела кое-какие по моей работе основной, но, конечно, успел посмотреть тоже на эту страну, и я в шоке, в общем, потому что это прямо... Ну, я не ожидал. Я ожидал чего-то очень крутого, потому что Корея сейчас процветающая такая страна, опередила Японию по надуши населения. Но я увидел лучший город в мире. Вот я теперь знаю, как должен выглядеть идеальный, просто идеально построенный город, город Сеул. Эти люди как-то смогли все продумать. Просто вот город 25 миллионов человек, в котором нет пробок, в котором ты всегда чувствуешь себя как будто на природе, в 25-миллионном городе, потому что у тебя там речка, там кустики, там цветы, тут же при этом какие-то абстрактные памятники. Ты не можешь спутать ни один квартал с другим, потому что все здания разные. Это огромный город, и все здания разные. Ну, понятно, что там есть какие-то новостройки, панельки, но я имею в виду огромный центр на много миллионов с абсолютно разными зданиями. А еще каждый квартал уникален благодаря вот этим памятникам, которые стоят на каждом углу абстрактного искусства. Правда, я жил на площади Пушкина, к сожалению. Надо же вот прямо в горах сделать. Там есть такая, да, в Сеуле? Так и просто. Я просто жил, ну, практически я жил на квартале, который заканчивается площадью Пушкина. И там я пришел, Пушкин, табличка, все. Я не поверил своим глазам и смотрю, все в цветах. Думаю, неужели они только что узнали, что Дантес его убил, и поэтому как бы вот, ну, все в цветах. Но оказалось, что цветы были Алексею Навальному, что там стихийный мемориал Алексею Навальному, так как это единственное, видимо, место, связанное как-то с Российской Федерацией в этом городе. Поэтому там стихийный такой большой мемориал. Причем, кстати, на корейском языке. То есть про Навального там весь текст и рассказ на корейском языке. Знают в Сеуле, в Корее, об Украине, о войне. Насколько, скажем так, эта тема является важной, значительной и заметной в этом регионе мира? Ну, знаете, я же общался с людьми не очень простыми, так сказать. Ну, в каком смысле? Я не общался, у меня нет там знакомых и друзей. Поэтому я общался с теми, кто как-либо связан с медиаполитикой, чем-то еще. Они все абсолютно в курсе, да, очень даже в курсе. Ведь Корея оказывает большую помощь. Просто в момент, когда я там находился, как раз премьер-министр Украины подписал договор о помощи со стороны Кореи в адрес Украины. На два с лишним миллиарда долларов решила Корея оказать эту помощь. Это не военная помощь у Кореи. Как бы типа там то ли Конституция не позволяет, то ли что. Я уж не знаю, но она не оказывает военную помощь, а оказывает такую финансовую, гуманитарную и так далее. И как раз это прям совпало по времени с моим появлением там, так случайно было. А дальше я общался с людьми. Ну, кроме тех, кому это по работе, просто положено знать. Но я с такими тоже общался, вот те, кто, собственно, там занимается такими проектами. Мне интересная была встреча. Я встречался с человеком, я ездил в эту демилитаризованную зону на границу Северной Кореи. И там меня возил человек, который, собственно, специалист по этой войне корейской. И когда он спрашивал, там у нас было несколько человек, он спрашивал, кто, откуда. Я говорю, ну вот из Украины. Тут он просто, мы с ним нашли общий язык, так сказать, про войну разговаривать. Но меня удивила одна вещь, что люди, конечно, в Корее, которая далека, они не очень знают причины. То есть они все на нашей стороне, они переживают за нас и так далее. Он знал о помощи, которую оказывает Корея. Но он не знал, из-за чего война. Вот прямо он начал рассказывать, ну это же, говорит, Россия напала, потому что она против вступления Украины в НАТО. Типа так, я говорю, ну, слушайте, ну как бы. Прямо не очень такая достаточная причина разрушить половину страны, устроить геноцид целого народа из-за НАТО. Поэтому мне кажется, что нет такого ликбеза не хватает. Даже западным людям, которые интересуются, то есть я же не знаю, что там, так сказать, обыватель думает. Но вот людям, которые интересуются, не хватает какого-то ликбеза на тему, что происходит, потому что россияне смогли запутать ситуацию в международной медиапрессе. Ну вот, учитывая, опять же, Корейская война, одна из самых страшных после Второй мировой войны, 1953 год, там огромное количество погибших, разделение Кореи на две части. И вот Северная Корея сейчас союзник России. Для Южной Кореи это аргумент, это какой-то дополнительный фактор, что Путин с Ким Чен Ыном, а Северная и Южная Корея, как мы знаем, находятся в состоянии войны, да, там есть демилитаризованная зона, но там всегда очень высокие риски, что может пойти дальше. Очень такая серьезная история. Вы знаете, им не нужны дополнительные аргументы. Дело в том, что вот Южная Корея оказалась на нашей стороне просто автоматически по определению. Почему? Эта страна оказалась, тоже для меня не совсем ожиданно, очень американизированной. Я до этого как давно бывал в Японии, и, например, в Японии нельзя справиться, если ты знаешь только английский язык. Просто ты не можешь особо там, как только ты покидаешь туристический там ресторан или отель, то ты теряешься в этой стране, все будет только на японском, и все. В Южной Корее все на английском, то есть кроме корейского, все синхронно переведено на английский, абсолютно все, просто все в самом любом малюсеньком ресторанчике будет меню на английском языке, и все корейцы говорят на английском, вот все, с кем я сталкивался, а это были люди очень разного возраста, прям и такие пенсионеры, и кто угодно. Опять, говорят плохо, ну в смысле, но это не Япония, где никто на нем не говорит, это страна, где, как в Германии, грубо говоря, как в Голландии, все говорят на английском. Только в Голландии все говорят хорошо, в Корее все говорят средне. Вот. Они очень американизированные, они в каком-то смысле, в хорошем смысле, молятся на США, США это их спаситель. Я вот был на мемориале, ну естественно, меня волнует война больше всего, поэтому я был на мемориале этой войны корейской, кроме того, что это отдельно от границы Северной Кореи, демилитаризованной зоны, есть мемориал большой в центре Сеула. И там флаги выставлены всех стран, которые помогли Южной Корее отстоять свободу и независимость с 50-го по 53-й год. Удивительным образом, это ровно те страны, которые сегодня помогают Украине. Это просто прям тот же список, можно прям его полностью публиковать. Там один старается, что там еще Эфиопия была тогда. На стороне Южной Кореи ее флаг висит. Это единственное, которое я тогда не узнал, потому что это еще королевство, по-моему, Эфиопия. А так все те же самые страны, все то же самое, американская военная техника, огромное количество там самолетов, танков, пуш, американских, естественно, американские корабли, ну не только американские, европейские. Вы знаете, это же была единственная война, где воевала ООН. Единственная в истории война, где воевала ООН. Войска ООН, они существуют в разных точках мира. Но это войска ООН-миротворцы, голубые каски, как, например, на границе между Израилем и Египтом стоят войска ООН. Но там в Корее воевала именно армия ООН, официально выдвинутая Советом Безопасности, решением Генеральной Ассамблеи, что вот мы отправляем войска. И воевала, с одной стороны, Китай, СССР. Ну, кто такой был Ким Ким Ир Сен? Там воевали войска Китая и Советского Союза. А, соответственно, со стороны Южной Кореи воевали представители десятков стран, потому что это были войска ООН. И там погибшие в каждой из этих стран были. Вот. Поэтому эти южнокорейцы, они с нами автоматически. Они понимают, что вот эта цивилизация, мы в одной цивилизации, а там на севере как бы некие китайско-российские орды, которым они противостоят. Следили за внутренней российской политикой, которая непосредственно касается Украины, это перестановки в Министерстве обороны. Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза, Николай Патрушев стал помощником Путина по кораблестроению. И вот то, что сейчас происходит в кремлевских кабинетах и в кабинетах Министерства обороны России. Насколько это важная тема и насколько важно за этим следить, как вы думаете? Конечно, важно. Во-первых, я сегодня, вот у меня родилась такая мысль, я просто так, как это уже произошло позавчера, все эти перестановки или когда-то, воскресенье вечером, с тех пор же я дал штук восемь, наверное, интервью, и меня в каждом буквально спрашивали, а теперь убьют Шойгу или нет? Ну вот примерно в разных формулировках спрашивают, типа, у Шойгу будет судьба какого? Пригожина или нет? Я отмахивался так легкомысленно, типа, да ладно, ну это друг Путина там и так далее. И тут мне вот сегодня осенило. Я подумал, ну хорошо, я-то отмахиваюсь, но раз такие вопросы одновременно возникают прямо у разных журналистов из разных стран, а возникает ли такой вопрос у Шойгу? Убьют его или нет? После всего, что произошло. Он же человек-то, Шойгу, ну очень хитрый, да? Ну, очевидно, там небольшого интеллектуального склада, но человек, который 30 лет продержался в разных министерских должностях, управлял третью бюджетом Российской Федерации. До последнего момента он распоряжался третью бюджетом, 110 миллиардов долларов за год. И я думаю, что у него есть такие мысли. Учитывая, что арестовали его правый карман, сейчас арестован его левый карман, да еще к тому же вот этот Кузнецов, который начальник по кадрам Министерства обороны, его же там не просто арестовали, там сегодня есть интервью с его дочкой, которая говорит, что в 5 утра ворвались, там все отобрали, деньги украли, все. То есть Шойгу понимает, что за ним могут прийти в любой день. И мне очень интересно, не произойдет ли в ближайшие недели, вот, не предпримет ли Шойгу силовых акций, пока он еще управляет тем, что он управляет. Ведь пока он управляет, пока это его люди. Через месяц там не будет ни одного его человека в Минобороны, но сегодня-то есть. Но это просто вот такая маленькая мини-интрига, которая, тем не менее, я вот сегодня понял, что она вдруг, оп, а ведь почему нет-то, собственно. Вот, но это равно. Теперь, если все-таки отойти от таких крайних сценариев, а просто остаться в нет-то чистом виде тем, что буквально в смысле произошло, то, ну, Патрушево отправление на кораблестроение, оно, в общем, на Украине никак не отразится, если честно, потому что Патрушев отвечал за внутренние дела внутри Российской Федерации, там, какие-то, не знаю, что-то шумит такое, кстати, в звук. Это у вас там, да? Нет, у нас тихо все. Я вдруг слышу такой... У нас в эфире нет, в эфире все чисто, да? В эфире нет? Это его режиссер, да. Окей, спасибо. Вот. И если отставка Патрушева, она на Украине не отражается, потому что Патрушев отвечал за то, чтобы в России не было бунтов, грубо говоря, то, конечно, смена Министерства обороны, это смена вектора, большая. Будем наблюдать за тем, что куда это все приведет. Но понятно, куда это направлено. Направлено на то, что вот, как сказать, интегрировать войну в российскую экономику. Вот это цель назначения этого Андрея Белоусова. И фактически создать госплан СССР, воссоздать госплан СССР. Потому что ведь первое, с чем выступил даже этот Андрей Белоусов, он сказал, мы должны, главное, сейчас ускорить исполнение гособоронзаказа. А что это такое? Есть гособоронзаказ в России. А он в любой стране мира есть? Да в любой стране мира есть гособоронзаказ. Просто он называется другими словами. Государство заказало предприятиям своим, иностранным, произвести какое-то оружие. Окей. Но в России, как и в других странах с рыночной экономикой, а в России она такая квазирыночная, как минимум, эти заводы как бы по своему порядку-то живут. Они что-то в Вьетнам поставляют, что-то туда, что-то сюда. У них какие-то свои инвестиционные планы, свои финансовые. Все очень по-разному. А Путин фактически приказал все централизовать, потому что Андрей Белоусов сторонник вот этого госплана. Ну, его, собственно, папа научил быть адептом государственного планирования. И вот вопрос, сможет ли он это. Потому что это, как бы сказать, было бы спасением для российской экономики. Ведь сейчас российская экономика, она вот сейчас на пике своего напряжения. Сейчас говорят, вот, там увеличились у них бюджеты, все, ну, на войну увеличились. И это пик. В следующем году такой военного бюджета у них уже не заложено, потому что у них нет, взять такие деньги. Вот они на этом пике пытаются сделать так, чтобы, как они говорят, перевести экономику на военные рельсы. Они как бы хвастаются, что уже перевели, что вранье. Наоборот, вот сейчас назначение Белоусов говорит, что не, ни черта не перевели, ему поручено перевести. Вот для Украины очень важно, смогут они или нет. Если не смогут, то, возможно, это сломает, как бы, позвоночник этого российского верблюда, как говорится. Если смогут, не дай бог, то будет нам еще похуже. Ну, вот наши зрители, кстати, из Украины пишут по поводу, ну, то есть мы просим как раз наших зрителей из Украины присылать свои личные истории или вопросы, которые мы могли бы озвучить в эфире с Михаилом. И вот Ирина пишет, я из Харькова, вокруг наступления истерии больше, чем реальных результатов, только кабов больше прилетает и тревоги чаще. Рекордная тревога длилась 19 часов на прошлой неделе. Не надо нас жалеть, лучше донать и поддерживать хоть на словах «Харьков железобетон». Вот такой комментарий от Ирины по поводу наступления, по поводу того, что происходит на фронте. Опять же, там разные, противоречивые часто данные приходят, взяли россияне очередной населенный пункт или не взяли, там, конечно, есть и дезинформации, ее немало. Что вам известно и каковы сейчас расстановка сил на фронтах? Ну, сначала отвечу Ирине, что вы совершенно правы, Ирина, действительно шума больше, чем реальности, это раз. Второе, что да, все, кто может, должны заниматься тем, что вы сказали, донатить в этот момент на ВСУ. Я вчера провел сбор прямо для вашей известной волонтерки в Харькове, знаменитая волонтерка Александра Болотина, она фотохудожница и писатель, по-моему. И вот вчера мы для ее проекта собрали 420 тысяч гривен, что это примерно 10 тысяч долларов за несколько часов буквально, которые пойдут на защиту Харькова разными способами. Вы все это можете посмотреть, подробности у меня на канале, не буду грузить, вот. Поэтому вы правы. Теперь, что произошло и почему так выглядит вроде как все как нечто паническое, что россияне занимают какие-то населенные пункты. Вот есть сегодня такая новость, которая опубликована в Политеку, Политеку или как это называется, точно не знаю, в американском издании, которая так краем прошла, а она на самом деле самая важная, вот, и чтобы понять, что происходит под Харьковом. Что сейчас, прямо сейчас, в Вашингтоне находится украинская делегация, которая просит у американской администрации, причем давит через конгрессменов, разрешить использовать американское оружие по территории Российской Федерации, бить. Цель, естественно, не бить по Москве, не в этом речь. А именно защититься вот на Харьковском направлении. Что произошло? Вот была государственная граница, к которой смогли в прошлый раз выбить россиян. В 1922 году они уже переходили эту границу, уже занимали эти села, уже занимали Вовчанск, все это уже было. И после этого их смогли разгромить под Харьковом нашим и выбить их обратно, отправить в Россию. Восстановили пограничные столбы даже, есть знаменитые кадры, как восстанавливают пограничные столбы. Но дальше что получилось? Вот граница. Вдоль нее наши войска и российские. Россияне по нашим стреляют, чем хотят. То есть на 40 километров артиллерия бьет российское и РСЗО. А наши по россиянам не могут стрелять, потому что у нас оружие это американское, европейское. И мы не можем, получается, стрелять по россиянам, которые вот, наши видят с бдронов их склады, но не могут бить по этим складам. Наши видят, как границы приближаются русские танки с русскими солдатами. И не имеют права по ним стрелять, пока они не пересекут границу. Но это абсурдная, абсурдная ситуация. Поэтому у наших не было шансов удержать первые 20 километров. Да шансов нет. А как ты удержишь, когда ты не можешь бить по складам, по логистике? Они по твоим бьют складам, они по нашим складам бьют, а мы по их складам не можем. Ну так не воюют, так не бывает. Поэтому происходит то, что происходит. Что вот на первые там 10-20, не знаю, сколько это будет километров, россияне, конечно же, зайдут. Конечно же, зайдут. Пока их склады не будут расположены там, где достают наши хаймарсы и наши пушки. Это вот то, что происходит сегодня. В Овчанск, он же прямо на границе. Поэтому они получили такое огромное преимущество именно из-за того, что нам нельзя туда стрелять. Такая война, по-моему, впервые в истории человечества происходит, когда тебе запрещено стрелять по тылам противника. А они по твоим тылам стреляют. То же самое история про якобы, что там не подготовили оборонные какие-то сооружения. А как их было подготовить, как говорит наша армия? По нам стреляли каждый день. То есть мы же не можем вот это просто копать. Копать, по тебе стреляют. Как только подошел к границе, по тебе открывают огонь. Это поле боя. Первые там 20 километров, это просто серая зона. Поле боя. Оттуда уже и так давно почти все эвакуированы. Сейчас просто еще больше эвакуировались оттуда. Кстати, в Харьков, да, людей. Вот такая война происходит. Поэтому эти первые километры, не надо на них рассчитывать. Это русские зайдут. Но дальше мы начнем бить по их тылам. Вот дальше мы начнем бить по их тылам. Ну, к сожалению, вот такая трагичная, абсурдная совершенно ситуация произошла. Главное, чтобы они не подошли на расстояние, когда они смогут из РСЗО, реактивных систем залпового огня, уже бить по центру Харькова, как они били в 22-м году и убили огромное количество мирных жителей. Да, они бомбят кабами, да, они бомбят там ракетами. Но это единицы погибших каждый раз. А вот если РСЗО, то это уже будет по-другому. Это уже будет как бы как а-ля Мариуполь в каком-то смысле. Нет, они его не захватят. У них нет никаких технических возможностей захватить Харьков, но нанести большой ущерб они могут, конечно, городу. Что-то меняется в тактике и стратегии российской армии сейчас? Нет, ничего вообще. Просто ничего. Кабы, те же бомбардировки по гражданским объектам, то есть вот это используется? Да. Кабы – это новость полугодичной уже, наверное, давности, вот когда была битва за Авдеевку. По-моему, Авдеевку они захватили в январе, если я не ошибаюсь, так точную дату не вспомню. При помощи Кабов они ее захватили. То есть, на самом деле, эта история полгода назад началась про Кабы. Но она закончится через месяц, вы знаете, да, история про Кабы. Тут же из Дании пришла новость вчера. Да, премьер-министр Дании вчера официально заявила, что самолеты F-16 будут в небе Украины в течение ближайшего месяца. Это заявила Фридриксен, по-моему, фамилия премьер-министр Дании. А это значит, что россияне не смогут, начиная с этого момента, бомбить Харьков Кабами, потому что, собственно говоря, мы будем сбивать их самолеты. Но если Каб, чтобы сбросить, надо подлететь на 70 километров к городу, а мы просто будем сбивать эти самолеты. Сейчас они сбрасывают их над Белгородом, эти Кабы. Как вот они попали в этот дом свой, скорее всего, ну, наиболее вероятно, что это Кабом они разбомбили свой собственный дом жилой, убили там 18-16 человек, не помню. Но в этот момент мы над Белгородом будем их сбивать. Сейчас мы их сбиваем только при помощи Патриота, и это очень редко удается, потому что нужно незаметно подкатить Патриот, сбить. Были случаи, там, 7 самолетов над Белгородом сбитым, но это все-таки единицы. А тут это все просто прекратится, скорее всего. Ну, достаточно в большой степени. А можно ли будет использовать F-16 над территорией России? То есть, условно говоря, если F-16 выпускает ракету с территории Украины, чтобы она залетала за границу Российской Федерации? Да, это тяжелый вопрос, действительно тяжелый вопрос в каком-то смысле. Но, значит, Нидерланды, по-моему, вот я сейчас не вспомню, там же всего передают три страны эти самолеты. Нидерланды, Дания и Норвегия. В общей сложности 60 с чем-то F-16. Вот, по-моему, я сейчас не вспомню, кто это заявил, премьер-министр Нидерландов или же Дании, просто не вспомню. Сказал, что да, можно будет. Прямо официально было заявление, что можно будет использовать F-16 против территории России, против военных объектов на территории России. Но именно я тогда и обрадовался, потому что, ну, логично, ну, вот то, что вы говорите, иначе как? Воздушный бой такой, да? Типа, мы воюем, но как только российский самолет залетел на свою территорию, он как бы в зоне недосягаемости, и это опять превращается в непонятно какую, что это за война такая странная. Поэтому точно, что один из лидеров трех этих стран, но это точно был не норвежец, значит, либо датчанка, либо голландец, сказали, что да, вы сможете использовать это по территории Российской Федерации. Ну, имеется в виду, что не бомбить там, нам не разрешат бомбить НПЗ на территории России, а сбивать самолеты, да. Тут еще пишут по поводу, так, был вопрос, по поводу Владимира Зеленского. Что происходит внутри, скажем, президентской администрации, офиса президента? Насколько сейчас такая слаженная, сплоченная команда, политический кризис, есть ли в Украине? Ну, такие вопросы приходят. Как вы можете описать в целом ситуацию? Нет, ну, сегодня есть главная новость по этому поводу, она никак не связана с политическим кризисом, но она символизирует вот эту напряженность на войне новую. Сегодня заявил офис президента, что Зеленский отменил все свои международные поездки до нового решения, как бы. У него на этой неделе была запланирована поездка в Испанию и Португалию. В Испанию он должен был подписать договор о гарантиях безопасности со стороны Испании в адрес Украины на 10 лет. Это все отменилось вот из-за того, что происходит на фронте. Поэтому ситуация вернулась, вот для меня сегодня день дежавю, все вернулось в 22-й год. В 22-м году Зеленский никуда не ездил, он первый раз выехал после начала войны, прошло месяцев 8, если не больше, когда он впервые покинул территорию Украины. И сейчас он снова отменил все, потому что все, он теперь в ежедневном режиме руководит войной. Вот снова наступление на Харьков, тоже такое же дежавю. Вот снова отключение электричества у нас вчера во всех областях отключали электроэнергию вечером, потому что похолодание у нас резкое, и генерации не хватает, потому что русские разбомбили электростанции генерирующие. Так что все, прямо снова вернулось в 22-й год, с новыми силами россияне решили ломануться на нас. Ну, им уже не получится говорить, что все идет по плану, да, то есть вот у них новый план захватить снова Харьков. Они обещали захватить Харьков. Ну, сколько, через сколько они скажут, что у них, что они не собирались его захватывать. Я помню, что в прошлый раз, когда они пытались захватить Киев, то Алексей Венедиктов через три месяца рассказал, что Киев захватывать никто не собирался. Мы теперь посмотрим, когда он скажет, что Харьков захватывать в этот раз никто не собирался, когда не получится. Кстати, госсекретарь США Блинкен объявил о выделении Украине еще двух миллиардов долларов в помощи США. Ну, это я не знал, но это новый пакет, это не о выделении. Это значит, как вам сказать, выделили там 61 миллиард долларов 20 апреля, проголосовали, то есть выделили. Потом еще прошло несколько дней, проголосовал Сенат, подписал Байден. То, что сейчас, это он объявил о новом пакете, скорее всего. То есть это не выделение денег, это поставка конкретных вооружений. То есть это объявляется в ситуации, когда говорят, вот смотрите, мы там завтра привезем вам раз, два, три, четыре, пять. Последний раз такой пакет был объявлен в субботу, вот в эту субботу, в смысле, какое это было число, на 11-го. Байден объявил тогда, что 400 миллионов долларов, на 400 миллионов долларов, ну и там был список, чего будет поставлено. Вот и сейчас, раз Блинкен объявил сейчас, я просто еще не видел эту новость, видимо, совсем свежая, значит, сегодня объявят, что в этот пакет входит, то есть что именно нам привезут. Ну вот еще новость. Путин на совещании поблагодарил Шойгу за работу по строительству вооруженных сил России. Ну да, конечно, вот это, я думаю, должно больше всего насторожить, так сказать, Шойгу, ну потому что этого тоже благодарили, по-моему, помните, награждали, благодарили. Ну да, 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 это особая история. Кстати, нет, я был не прав, я успел за это время посмотреть новость про Блинкена и про 2 миллиарда. Нет, это не из того, 61 миллиарда, это еще одна история. Это фонд развития украинского, украинского, украинской военной промышленности, который создают европейцы. Вот Шольц анонсировал, что 5 миллиардов туда идет, и вот сейчас видите еще 2 миллиарда американцев. Это именно на строительство заводов военных украинских. То есть это не связано с поставками. Я был не прав, простите, сразу исправляюсь. Вопрос от Елены в Телеграме приходит. В каких странах еще принимают беженцев из Украины? Знает ли что-то об этом Михаил? Куда эвакуироваться людям из опасных районов? Ну, я мало, то есть я знаю, что везде как-то так или иначе принимают. В Европе, во всех странах есть какие-то программы приема беженцев. Вот. В Америке есть, в Британии есть точно. Кстати, в Южной Корее тоже принимают беженцев, и в Японии принимают беженцев. Везде так или иначе принимают украинских беженцев. Просто эти программы очень разные, условия разные. Но я вот, честно, никогда не интересовался, как это оформлять, насколько это сложно. Вот. Ну, пока, я думаю, достаточно эвакуироваться в западную часть Украины. Хотя, если у вас тяжелое положение финансовое, то действительно вам имеет смысл, возможно. Если у вас созданы невыносимые для вас условия жизни, и у вас тяжелое финансовое положение, то Европа вам поможет. Еще вопрос спрашивают, смотрели ли вы Евровидение? Я смотрел отдельные клипы. Я не смотрел подряд вот все это. Зрелище я не способен. Я, честно, не люблю эту музыку. Ужасно совершенно. Но, конечно, я посмотрел ролики близкие мне. То есть, Латвия, Израиль, Украина, ролик «Победитель» я посмотрел. Это все, да. Это все я смотрел. Да. Тут вообще скандал разразился. Ну, уже просто даже не хочется о нем говорить. Уже миллионный раз про то, что скандал между Израилем и Украиной такой народный, знаете, разгорелся. Вы даже опубликовали пост, а потом решили, что его убрать. Да, это... Я когда прочитал комментарии, я понял, что я в аду нахожусь просто реально. А что случилось, может быть, в двух словах? Да, случилось то, что Израиль, естественно, голосование за Израиль, ну, в народном голосовании, не жюри. На первом месте была Хорватия в народном голосовании, на втором – Израиль, на третьем – Украина. И украинцы не проголосовали за представительницу Израиля. И Израиль весь возмущенный, говорит, все, мы больше не будем помогать Украине. Ну, прям весь, в смысле, я говорю, весь. Я говорю про некий срач в Фейсбуке, а не про... Кстати говоря, мне один мой друг израильский успокоил, говорит, Миша, не парься, это же только русскоязычные люди. То есть евритоязычные не в курсе про это дело. И все так же поддержат Украину. Вот. Ну, то есть некое русскоязычное сообщество. Там мнения разделились, все по-разному. Почему украинцы не проголосовали за эту певицу? Я уверен, что Украина самая поддерживающая Израиль в моральном смысле страна. Самая. Просто вот есть опросы, кстати, международные, где по эту войну между Израилем и Хамасом. В Израиле, в Украине Израиль поддерживает 69% населения Украины. 69% поддержит Израиль. 1% поддержит Палестину. 1. Вот для сравнения. В России 18% поддержит Палестину, 6% поддержит Израиль. В Великобритании под 19% на стороне Израиля, на стороне Хамаса. Вот. Так что Украина просто лидер абсолютный. Это страна с минимальным антисемитизмом сейчас. И страна максимально поддерживающая, морально, не физически, нечем. Ну, у нас нет оружия там дать или что-то. Морально поддерживающая Израиль. Ну вот в этой ситуации. Я уверен, что если бы там была любая, никому неизвестная певица от Израиля, то украинцы, конечно, бы проголосовали за Израиль, как и многие европейские страны. Потому что это была моральная поддержка. Это не про музыку было. Все это моральная поддержка Израилю в его войне против террористов. Но такая сложилась неудача, что вот эта девочка, которая выступала, Гулан, фамилия ее, она жила в России и ездила в Крым. И училась у Киркорова и у Лепса. И снималась в клипе с Киркорова. И да, она, и как бы израильтяне говорят, да вы что, как вы можете? Она же была несовершеннолетняя. Что правда. Опять, юридически никаких претензий к ней быть не может и не должно. Но морально я вчера, собственно, в своем посте и сравнил. Говорю, ну вот представьте себе, дорогие израильтяне, что от Украины выступала бы девушка, которая, будучи ребенком, в 13 лет, жила бы в секторе газа, училась бы в школе Хамаса музыкальной, и с хамасовцами ездила бы на гастроли по захваченным израильским территориям каким-то и пела бы для хамасовцев. Но вы бы даже, зная, что она была ребенком, вы бы не проголосовали за нее. Ну не получилось бы. И мне стали писать, что это нечестное сравнение. Я не понимаю, почему нечестное. Вот так относятся здесь к тем, кто ездит в Крым. Ну что поделать? Ну это морально такая история. Еще раз, я понимаю, что она ребенок, и что виноваты ее родители. Что в розыск надо объявлять ее родителей, и, естественно, они ее за все эти преступления. Она-то ни при чем. Но пойди объясни это каждому украинцу. Я не смог. Меня посыпали точно. Так же в Украине было тоже. Я пытался во время стрима всех успокоить и объяснить, но мне сказали, не-не-не. Вы что хотите, чтобы мы голосовали за человека, который с Киркоровым в одном клипе? Вы что? Ну ведь про Киркорова тут, если немножко отдалиться, ну с Киркоровым очень многие украинские музыканты и певцы, которые сейчас поддерживают Украину, они в свое время тоже пересекались. И, например, в опле Ведоплясовой снимались в старых песнях то ли о главном, то ли в каких-то таких. Это все было до войны, до аннексии и так далее. Ну, конечно. Тут у нас простые правила моральные в Украине установились сами. Не в смысле кто-то их написал, они сами установились. Все, что ты делал в России до 2013 года, все легитимно. До 2014 даже, имеется в виду. До оккупации Крыма все легитимно. То есть все, кто занимался бизнесом с Россией, тогда это было легитимное направление. Тогда партия регионов набирала большинство голосов вообще-то. Вот просто большинство, да, 30 с чем-то процентов. Это партия, которая была не за присоединение к России, но за дружбу с Россией, за вступление в таможенный союз и так далее. Это было вполне легитимным мнением до оккупации Крыма. И все там жили, выступали Зеленский. Слушайте, Зеленский еще Новый год 2013 года вполне себе вместе с Галкиным вел на каком-то канале российском. Но если бы он провел Новый год 2015 года, вот представьте себе, да, если бы такая виртуальная ситуация, если бы Зеленский провел Новый год 2015 года на российском канале, он не смог бы стать президентом Украины, за него бы не проголосовали. Мне тоже вчера один мой друг из Израиля написал, когда после этого поста, слушай, говорит, ну вот у тебя в жизни, в твоей карьере, были же какие-то негодяи среди твоих клиентов. Ты же работал на конченных негодяев, которые потом творили какое-нибудь зло. Наверняка же, говорит, было такое. Я говорю, конечно, было. Я поэтому знаю, что за меня не проголосуют. В смысле, я поэтому знаю, что у меня грязная репутация в этом смысле, как у любого политтехнолога, и точно нечистая. Но тут-то человек хочет, чтобы за него проголосовали, тогда нужно быть, к сожалению, вот. Как выяснилось, наше... Ну это прямо напряженное время, вы же чувствуете, да? Какой оголенный нерв у всех в этом смысле. Поэтому нужно быть безупречно чистыми. Ну что пойдет. Вот так. Я поэтому все убрал, потому что превратился в врач, где я просто... Где дошло уже до Богдана Хмельницкого с одной стороны. Ну прям реально, да? То есть израильтяне обвиняли украинцев в Богдане Хмельницком. Украинцы, израильтян в том, что Ниданиягов в 2015 году маршировал по... В 2014 году, в 9 мая маршировал по Москве с колорадской ленточкой. Все вот это началось. Я это все убрал, потому что создавать площадку еще и для дальнейшей ссоры, я решил, что я не хочу просто в этом участвовать. И что надо об этом молчать. И вот опять у вас про это говорю. Фу, фу. Стыдно. Ну, поскольку мы задали такой вопрос. Ну, здесь спрашивают еще, чувствуется ли замена Залужного на Сырска, точнее, Сырского на Залужного на поле боя, насколько это было ощутимо? Понятия не имею. Вообще понятия не имею. Ну, надо быть даже не просто военным, а скорее всего высокопоставленным военным, чтобы это как-то чувствовать или не чувствовать. То, что ни один из бойцов с фронта мне ни одного слова про это не сказал. Наверное, это тоже о многом говорит, кстати. Ну, вот я общался с разными. Ну, как, я не общаюсь на регулярной основе. Кому-то подходят люди, что-то говорят, что-то пишут там с фронта, да. Вот ни один не писал, вы знаете, Михаил, из-за того, что заменили, так теперь у нас там ай-ай-ай. Я такого просто фразы не услышал ни от одного человека. Так что вот, а это просто люди, которые непосредственно принимают участие в боях. То есть они не в курсе. А что там на уровне стратегии, ну, извините. Это все, во-первых, военная тайна. Во-вторых, все разборки, я думаю, после войны. И, в-третьих, я в этом некомпетентен. РДР спрашивает такой ник. Скажите, пожалуйста, откуда у нас в Крыму, пишет наш зритель, столько автомобилей на киевских номерах, особенно с модной серией КА. Видимо, так это КА. Потому что до 24 февраля 22 года было разрешено гражданам Украины, но только гражданам Украины, через КПП на границе Крыма и Херсонской и Николаевской области, я не знаю там точно, какая область, разрешено было ездить на украинских номерах, пожалуйста, ездите и все. Вот я встретил человека в аэропорту Стамбула, просто подошел со мной, сказал, что он из Крыма и что он ездит сейчас на украинских номерах по Крыму из принципа. Ну, в смысле, он крымчанин, который гражданин Украины и отказался менять номера. Говорит, да, на меня там россияне наезжают, но я номера менять не буду, потому что это Украина и все такое. Вот оттуда они все там и остались. Я думаю, что многие киевляне жили в Крыму до войны, чего не жить-то, собственно, хорошее место. Здесь вот вопрос, кстати, про оккупированные территории. Вот если человек остается на оккупированной территории, если он там живет, это не может быть приравнено к тому, что он посещал Крым, например, если он оттуда не уехал? И не может ли потом быть ему припомнено, что, а, ну ты оставался на оккупированной территории? Это вопрос не случайный, потому что мы Михаилу Подоляку говорили, а как, например, люди, которые оказываются на оккупированных территориях, тоже вынуждены как-то работать, жить, взаимодействовать. То есть не все уходят в подполье, люди просто остаются в каком-то смысле в заложниках. И отношения к людям, которые на оккупированных территориях, по-разному складываются иногда. То есть видно, что, а, почему вы не уехали и так далее. И это очень такой болезненный и тонкий вопрос, на самом деле. Вот как он прорабатывается, проговаривается? Есть ли какие-то вот в этом смысле размышления? Во-первых, конечно, по поводу съездили на оккупированную территорию, это вообще про другое. Посетил оккупированную территорию, это касается оккупантов, не украинцев, то есть не граждан Украины. Любые перемещения граждан Украины по Крыму или там по Донбассу, это все окей, все нормально, естественно. Мы говорим про то, что россиянин заехал на оккупированную территорию, то есть он пересек границу, соответственно, нарушил законодательство Украины, он превратился в уголовника и так далее, и так далее. Все касается только их, ну или граждан третьих стран, если они, не дай бог, из России заехали на оккупированную территорию. Поэтому тут мы не говорим, что это кто-то приехал на оккупированную территорию. Поэтому давайте рассмотрим скорее вопрос о том, если это на тех, кто остался на оккупированной территории, почему-то остался на оккупированной территории, не эвакуировался. Вот. То, да, мнения разные в Украине по этому поводу, что меня расстраивает, очень вот лично меня. И я лично займусь после войны, если доживу, если война закончится, и все нормально, тем, что все-таки буду отстаивать хотя бы в медийном пространстве, в котором у меня есть какой-то уже вес, как это не смешно, да? Простую вещь. Международное законодательство. Оно все прописано вообще. Просто там все про это написано. Понимаете? Оно из чего исходит в международном законодательстве? Что когда какая-то страна захватила нашу территорию, то вот эти мирные граждане, которые там находились, они не виноваты. Их должна была защитить украинская армия. Понимаете? Вот жителя Донецка или жителя Севастополя, украинского гражданина, обязана была в 2014 году защитить украинскую армию. Он платил налоги, чтобы содержать эту армию. Если армия не справилась, то он не обязан справляться с врагом. Он не обязан уходить в партизаны. Нет такого закона, что человек должен уходить в партизаны. Просто нет такого международного закона и никакого человеческого. Если он мирный обычный гражданин, то прямо прописано в Женевской конвенции на этот случай, что кого касается. Значит, если это жил себе гражданин Украины, в Крыму, например, пришли россияне, и он продолжил работать там учителем, грубо говоря. Вот его нельзя преследовать. Несмотря на то, что он вынужден был преподавать там по российской программе и так далее, запрещено напрямую, запрещает международное законодательство преследовать любого такого человека. Кроме одной категории лиц. Тех, кто добровольно пошел служить в армию противника. То есть тех, кто добровольно пошел в армию Российской Федерации, их, конечно, будут преследовать после войны. Это будет правильно. Но что значит добровольно? Не в смысле по призыву. Призвали? Это не добровольно. Вот если человек поступил в военное училище, не знаю, в Севастополе, а он украинец, да, и он оказался на оккупированной территории, то это преступление, конечно. Но и все. То есть только если ты добровольно пошел. Вот я считаю, что надо любой ценой, чтобы Украина была цивилизованной страной, не сталинистской, не какой-то. Вот у нас Блинкин, который сейчас в Киеве, он вчера выступал в Политехническом институте и сказал, что главное, чтобы Украина не стала Россией. Главное первое, чтобы Украина отбила атаку России, а во-вторых, чтобы не стала Россией. А для этого должны соблюдаться такие, ты перечислил там, демократические принципы. Но я считаю, главный, который, кстати, не назвал, это международные правила, международные нормы для этого написаны, как мы должны относиться к жителям, оккупированных территорий. Мы должны их реабилитировать, помогать им. Иначе это будет сталинизм. Я помню сам, слушайте, вот я сам заполнял анкеты в институте, когда учился. Получал допуск секретный к военным этим секретам. И там были вопросы, находились ли мои родственники во время Второй мировой войны на оккупированных, ну, во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях. Это в 1685 году я подписывал бумагу, что мои родственники не находились на оккупированных территориях в 1744-м. Представляете? Вот прямо вот это все было... Мы такого не хотим. Этого допустить совершенно нельзя. Вот Мейра пишет. Германия и Япония, проиграв Вторую мировую войну, сумели построить развитые миролюбивые государства. Может ли Россия повторить их путь, или это невозможно в принципе? Ну, как говорит Гуриев, если мы скажем, что у русских никогда это не получится, это будет нацизмом, да? Ну, что никогда не получится. Я тут с ним согласен. Но при этом к сожалению, аналоги с Германией и Японией, скорее всего, не сработают, потому что я не верю, что вся территория России будет оккупирована цивилизованными армиями, как это было с Германией. Вся Германия была оккупирована, как мы помним, и с каждым немцем лично работали, и всех подвергли всем нужным, короче, процедурам, там, суды, нюрнбергские процессы и так далее, и так далее. Всех осудили, кого надо. Запреты на профессии, которые в ФРГ, опять вспоминая свою юность, в 80-е годы, у нас в программе «Время» все время рассказывали, была такая даже, ну, в Советском Союзе же прописаны, методички были, да? Порочная практика запрета на профессии, существующая в ФРГ. А на самом деле это что такое? Это нацистам бывшим было запрещено, например, работать учителями в школе. Вот представьте... Это иллюстрация, по сути. Да. Ну вот теперь представьте себе, смогут ли россияне, кто бы там не пришел к власти, ввести такой простой закон, что членам партии «Единая Россия» запрещено преподавать в школах. Вот кто был членом партии «Единая Россия», в школе не допущен, госдолжностям не допущен, а без этого не сработает. Без этого ничего не будет. Я, кстати, вот смотрел у вас два интервью, очень крутых, на мой взгляд, на этой неделе, или на прошлой это было, прям подряд. У вас были Антон Долин и Илья Калмановский. Вот. Чуть ли не в один день. И кто-то из них, я просто так, как у меня склеился, рассказывал, что, смотрите, в 90-е годы ошиблись, ну, в 90-м году, что не провели вот этот самый суд над КГБ, запрет на профессию для бывших работников КГБ и так далее. И без этого не получится. Без этого точно ничего с Россией сделать не получится. А какое из поколений жителей нынешней территории России сможет это осуществить, я не знаю. Я почему-то думаю, что не увижу при жизни. Сталин мечтает при жизни увидеть огни коммунизма, а я уже не мечтаю увидеть прекрасную Россию в будущем. Кстати, время поговорить о Телеграме. Читали ли вы в путешествии наш Телеграм и можете ли вы порекомендовать наш Телеграм? Два. Во-первых, я читал. Во-вторых, я узнал об этом, по-моему, из вашего Телеграма о вашем дебюте артистическом. В-третьих, вот я говорю, эти два интервью, просто они меня, знаете, это была такая отдушина на фоне вот этого наступления на Харьков, всех неприятностей. Послушать двух умнейших людей и в ваше интервью с ними, у меня было такое ощущение, что когда вы разговаривали, простите, Владимир, про вас буду говорить, когда вы разговаривали с Долиным, у меня было ощущение, что вы кинокритик, а когда вы разговаривали с Калмановским, у меня было ощущение, что вы генетик. Ну вот правда, да, настолько это круто было. И я тогда задумался как раз, что я вдруг проверил годы рождения этих двух людей. Знаете, что они родились оба в 1976 году? И в том же 1976 родился Навальный. И получается, что это такое поколение, которое Россия потеряла. То есть вот не они потеряли Россию, которую мы потеряли, а Россия отказалась от этого поколения, вот этих умных, интеллигентных людей, которые знают, что делать, которые могли бы, конечно, ее куда-то сдвинуть в правильную сторону, но отказавшись от этого поколения, потеряв его, я думаю, что поэтому у России нет шансов сейчас, ну какие-то ближайшие десятилетия. Вот, поэтому, если бы я не было вашего, кстати, Грэма у меня, ну подписки на телеграм-канал, я бы уверен, что я пропустил бы за суетой и шумом вот эти два замечательных интервью. Всем очень советую эти интервью. Ну и на Грэм подписаться, естественно, советую и на YouTube. Кстати, поздравляю вас, 800 тысяч было тоже. Уже 822 у нас сейчас. Да вы что, 22 тысячи за неделю, что ли, вы собрали? Да, меньше, чем за неделю, да. 822 тысячи в данный момент. А как у вас 22 тысячи за неделю? Чудо какое-то случилось? Ну вот сейчас нас смотрят примерно по 2 миллиона человек в день, поэтому, в принципе, пока вы путешествовали, мы немножко подросли. Там вы как-то сильно прямо выросли, что-то случилось, я не знаю, да. Поздравляю. Шойгу отправили в отставку. Это как-то подействовало, видимо. Видимо, это. Поздравляю, поздравляю. Как Шейтельманометр? Ну, за время моего отсутствия он гораздо скромнее выступил. Вот 418 тысяч подписчиков. Ну, как бы, держусь. Но хотя, видите, уже вы опережаете больше, чем на 400 тысяч. А я все время знал, что я так на 400 тысяч от вас где-то так должен быть. Ну, это все так и должно быть. Все правильно, справедливо. Вот. Ну, за время моего отсутствия 10 тысяч прибавилось. Вот так потихонечку. Ну, это тоже хорошо, когда, в принципе, не было активности, а подписчики прибавляются. Не, ну как не было. Я-то передачи делал ежедневно у себя на канале. А, значит, активность была. Я-то не давал интервью. Ну, невозможно давать интервью, когда находишься в других часовых поясах. Ну, та, что мне там писали. А может, может быть, все-таки в виде исключения сегодня в 9 вечера. Я говорю, у меня будет 4 часа ночи. А потом еще другая. Я там был в разных... Ну, и вообще с перелетами. Ну, ты не можешь в пути одновременно как-то синхронизировать себя с материком, так сказать. А записать передачу в свободное время, я их записываю в аэропорту где-то. Это реалистично. Ну, мы, кстати, когда репетировали вот эту постановку тараканища, там тоже, ребята, кто был где, и там из аэропорта выходил, например, режиссер. Мы ходили. Кстати, я хочу отметить, что все собранные средства, это более 6 тысяч, они как раз идут на поддержку Украины. То есть это спектакль, он, ну, такого благотворительного гуманистического плана. То есть все деньги как раз идут Украине. Круто. А зал большой был? Где это все показалось? Ну, это, вы знаете, наверное, это Рижское еврейское общество. Дом. Насколос. Насколос, да. Знаете, что аплодировали стоя. Я-то первый раз на сцену выходил, и на поклон первый раз выходил. У меня дебют мало того, что удачно оказался, еще и в том смысле, что аплодировали стоя люди как раз. Я там был единственный не актер. То есть там все... А я вот... Это интересный был опыт для меня. Кстати, роль у меня отрицательная. Я играл секретаря НКВДшника. Это был таракан еще, надо же. Да, да, да. Который давил Хармса, давил Чуковского, вот эти все... Говорят, хорошо смог это сделать. Так сказать. Да, вот режиссер говорит, получилось. Ну что, у нас уже в завершении... Пого угодно перевоплотиться, ему не нужно соответствовать внутри. Вы же знаете. Да, да, это было как раз... Да, вот в завершение, русский либеральный пузырь, на что там можно посмотреть? Может быть, он сдулся, или все-таки еще остается достаточно? Да, вы знаете, вот я задумался насчет сдулся, и мне вот, когда я думал, я же готовился, но я же знал, что... Нет, вот вчера я подумал, что вот завтра с вами интервью, вы спросите, думаю, а что же у меня, кроме Долина-то и Калмановского, да? Калмановский, да, я не ошибаюсь? Да, да, Илья Калмановский был. Калмановский. Вот, думаю, что же мне еще-то было? Ну, куда-то он делся. Видимо, из-за того, что выборы прошли в России, всех-всех инаугурировали, и как бы нечего уже больше... А, и Навальный умер, то есть как бы одновременно, да? И получилось вокруг чего, собственно, все. И вы знаете, как будто бы итог всего этого вчера был подведен в одном очень крутом событии. Это интервью Бориса... Зимина. Да, которое он дал Александру Плющу. Там же целая интрига вообще прям развернулась вокруг этого. Я до этого цитировал Бориса Зимина из Deutsche Welle, и вдруг выяснилось, что Deutsche Welle, вы знаете, отказалась публиковать его интервью. Ну, они теперь говорят, что все-таки оно будет опубликовано, но, видимо, после награждения Юлии Навального. Да, да, да. Ну, это вот как-то мне показалось прям вообще ужасным, да? То, что общественная СМИ, насколько я понимаю, Deutsche Welle финансируется налогоплательщиками немецкими, не показывает из цензурных соображений интервью, которое оно взяло у Бориса Зимина. Это очень скользкий. Мне кажется, что это прям удар по, так сказать, авторитету этого издания. Вот. Да, по доверию к нему, что ли. Но вот это само интервью, оно оказалось совершенно блестящим. Я просто никогда в жизни до этого не слышал Бориса Зимина, только читал вот эти куски из Deutsche Welle. А тут человек прям подвел итоги, вы знаете, подвел итоги, что ли, работы российской оппозиции последних лет. Последних лет. И это печальная такая картина в его глазах. И он прямо дал ответ или повторил вопросы, которые у меня всегда были. Вот я прямо задавал себе вопрос, нафига бороться с коррупцией, когда наоборот коррупция помогает Украине сегодня. Коррупция в России помогает Украине. Зачем пытаться улучшить нынешнюю Россию? Вот зачем? Это во вред нам, во вред миру, во вред цивилизованному человечеству. И Борис Зимин, главный спонсор российской оппозиции, ну, из отдельно взятых спонсоров, ровно так же, оказывается, считает, что не надо сейчас улучшать Россию. Ну, прямо, понимаете, в точку мне, да, в точку. Потом вот эта история про то, что, как он сказал, ну, нельзя же одновременно выручать вашего там этого лидера Навального из тюрьмы, это он написал до чего, или, да, и одновременно пытаться там с российским режимом бороться. Так не получится. Либо вы ведете переговоры с негодяями, либо вы с ними воюете. И я тоже сам, у меня были такие же мысли, когда я узнал от Марии Певчук, что они вели переговоры с друзьями Путина, и некоторые из них очень сильно помогли. У меня такое было вау. Ну, и как бы он подвел еще к одному вопросу огромному. Вот про как раз наша зрительница, то, что писала, что будет ли в России вот эта новая Россия на этом месте. А вот он про это тоже, Борис Зимин, вчера говорил, что есть люди, большинство людей поддержало войну, и что фактически в России гражданская война, просто она холодная гражданская война. А чтоб что-то полностью раскололось на таких, как Борис Зимин Плющ, и те, с кем вы стояли на сцене вчера, и на тех, кто сейчас на войне, и как они дальше будут разговаривать, он предлагает начать диалог у них там сейчас. Ну вот, дай бог, чтобы у них хоть что-нибудь получилось. Но это, по-моему, подведение итогов деятельности российской оппозиции за последние два с лишним года, ну, за время полномасштабной войны. Очень тяжелое ощущение, да. Да, будем следить за развитием событий, рекомендуем всем подписаться на YouTube-канал Михаила Шейтельмана, и Михаил вернулся, и каждую среду мы встречаемся в Грэмми. Спасибо вам, Михаил, и до следующего раза. Всего вам доброго. Да, спасибо, Владим. До свидания. Ну что, мы переходим.